Спонсор показа – наш интернет-магазин умабук.ру. Все доходы от продажи направляются на содержание сайта умма.ру. Девятая сура, 36-й аят. Ауду виллэхи минэшшитану раджим, бисмиллэхи рухмэн рухим. «Инн عدة الشهور عند الله 12 шехра» в Китабе Аллах. «Иоума халакас сэмауат вааларду, минхаа арбакат хурм. «Залик аддин уллэхи м, фла тазлиму фихин анфусакум. وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّ كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ» По сути, именно по этой небольшой теме четыре священных месяца лунного календаря часть аята, первая часть аята, как раз эти четыре месяца там упоминаются. Но, я думаю, весь аят процитируем. Надеюсь, не буду уходить в излишние подробности, но какие-то моменты подчеркну. Поистине число месяцев у Аллаха, Бога Господа, двенадцать. В его книге, если подстрочно, в круглых, как альтернатива, законе, но закон с большой буквы. В квадратных, поясняю, в этом мироздании он сделал их именно двенадцать. То есть и в солнечном календаре, и в лунном – двенадцать. Здесь хоть как крути, не крути, пять тысяч лет назад, две тысячи лет назад в Африке, в Америке или в Японии они везде все равно, как бы что бы ни было, они двенадцать. То есть есть вещи, по которым могут быть разные мнения, разные расчеты, меры сыпучих тел могут быть разными. Тут столько-то футов, то есть меры длинные разные, весы разные. То есть много чего разнится, но, например, месяцы, они двенадцать. Здесь без вариантов. Как-то по-другому на мироздание не получается посмотреть. И вот в этом аяте 9 сура 36 аят говорится о том, что Всевышний так установил. Вот этот момент, тут разночтений даже и нету. Никогда в истории не было. Их двенадцать. Месяцев двенадцать. Но в данном контексте речь идет именно о лунном календаре. В аяте подчеркивается фики табеля, то есть это как некий закон, то есть определено Богом в книге Господа, то есть фики табеля, если посрочно, некий закон мироздания. Двенадцать месяцев. И это с момента сотворения небес и земли. Всегда так было. И вот как раз та часть, которая касается нашей с вами темы. Среди этих двенадцати месяцев, в данном случае лунного календаря, четыре месяца являются хором. Хором – запрещенные, хором – священные. И то, и другое в данном случае смысл. То есть вот четыре, они особенные. У них есть своя определенная особенность, священность. Далее идет переход. То есть говорится вообще о дин, дин, религия. То есть те божественные законы, которые устанавливаются людям на каком-то этапе пророк Ной, в итоге тысячи-тысячи разных пророков, начиная с прародителя человечества Адам. Если брать последние этапы Моисей, Иисус и заключительный Божий посланник Мухаммед. Вот религия, которая давалась Богом через пророков, посланников Божьих, Аддинуль-Кайим. Это Кайим, как правильная, здоровая, верная религия. То есть это, ну, в данном случае, посмотрим, как я перевел в свое время. Это, например, вот я взял слово стойкая религия. Но я специально в сноске поясняю. Слово Кайим в Аяте упомянуто. Слово, приведенное в Аяте, переводится на русский как истинный, правильный, правый. Можно перевести ценный, драгоценный. Можно перевести полезный, содержательный. По сути, это все можно отнести к Аддин, к слову Аддин, то есть религия. Здесь в квадратных я поясняю. Ее законы, ну, религии, ее законы, каноны жизнеспособны. То есть они всегда жизнеспособны. Не какие-то там что-то люди, да, то же самое понятие шариа. То есть мусульманские ученые, они выводят теленные каноны, теленные законы из Курана и Сунны. Но если брать основополагающие вещи в религии, то они жизнеспособны и либо это на каждом этапе, Моисея этап, Иисус этап. Если брать заключительный Божий посланник, пророк Мухаммад, алей-иссасалам, то начиная с его миссии и до конца света. Каноны, они каим, в данном случае каим, стойкие, мы говорили там правильные, истинные, ценные, полезные, но здесь в том числе вот этот момент жизнеспособны. я взял я взял это в квадратные скобки, но каим это смысл в этом слове есть, жизнеспособность, то есть их правильность, их верность, она идет и идет, как каим, стойкое, можно перевести, да. Содержательное, поясняю дальше, актуальность их исчерпает себя, исчерпает себя только, если человечество перестанет существовать. Вот это вот каим, эти все смыслы, они как раз играют. То есть религия, она каим с точки зрения ее верности, с точки зрения ее жизнестойкости, с точки зрения ее постоянства и с точки зрения того, что пока люди на земле есть, эти каноны основополагающие вещи. Не человеческие трактовки, которые могут быть разными, а вот основополагающие вещи, например, тот же самый обязательный молитв, пост, или в данном случае курбан, или там единственность Творца. Основополагающие вещи, они как были, они так идут до конца света. Дальше подчеркивается из числа этих основополагающих вещей самое-самое. Оно дальше идет. То есть, это единственность Творца, оно будет в контексте идти, в следующем аяте. Но в данном случае, а, не в следующем, в другом блоке аятов у нас это пойдет, да. Но в данном случае идет вот эти четыре месяца, к ним возвращается смысл. То есть, с одной стороны, 12 месяцев в году с момента сотворения небес и земли. Подчеркивается дин ал-каим – жизнеспособность религии до конца света. Хорошо. Но дальше опять смысл возвращает нас к четырем священным месяцам. Не притесняйте себя в эти месяцы. Если подстрочно перевести. Далее, здесь прочитаем мой богословский перевод. Не причиняйте же в квадратных, особенно в эти периоды, в эти месяцы, самих себя. То есть, не причиняйте же самим себе зла. То есть, не притесняйте себя, ля тазлиму. В данном случае перевел не причиняйте же самим себе зла. Но здесь специально стоит слово в квадратных, особенно в эти периоды, в эти месяцы. То есть, по сути дела, в аятах и в хадисах всегда говорится, что ля тазлимум фусакум. Не притесняйте себя. Притеснить себя человек может либо, либо. Либо как? Совершая что-то себе во вред, либо совершая что-то другому во вред. То есть, неважно, даже если ты другому навредишь, ты все равно притеснишь самого себя, навредишь в итоге самому себе. То есть, это актуально – не совершать что-то плохое по отношению к себе, в том числе совершая какие-то грехи. По отношению к себе ты грешишь, в первую очередь. Не совершать что-то плохое по отношению к себе, либо к другим. То есть, не притесняйте себя, не причиняйте себе зла. Но в этом контексте идет именно про четыре месяца. Поэтому там в квадратных я поставил. Особенно в эти четыре месяца. То есть, это актуально все двенадцать месяцев. Но в аяте подчеркивается четыре месяца. То есть, по смыслу, особенно в эти четыре месяца. Далее идет аят, который имеет определенный исторический контекст, но и актуально свое сохраняет. Он, с учетом наших последних тридцати лет, эти все аяты я всегда пояснял. Но я бы специально решил, что надо процитировать весь аят. Он жесткий, но имеет свой исторический контекст времен пророка. И имеет свое продолжение в той или иной форме в последующем. Здесь четыре месяца. Один из них, Зульхиджа, в котором мы сейчас находимся. Четыре священных месяца. Один из них Зульхиджа. Говорится, не притесняйте себя в эти месяцы. Но тут же говорится о том, что есть вещи, которые даже в священном месяце, есть ситуация вынужденности их совершения. Пусть даже они, по сути, как бы плохи, но они вынужденно необходимы. Вот здесь идет как раз дальше. Уничтожайте язычников полностью, как они вас убивают полностью. То есть, если, конечно, вырвать из контекста, что радикальные группировки используют, это будет одно. Если поставить в общий коранический контекст, это будет совсем другое. Я как-нибудь вам, может, в следующую пятницу успею. Одну вещь интересную привез из Ирака книгу. Оттуда некоторые вещи процитирую. Суть. То есть даже в священные месяцы, если вам понадобится защищать свои границы, защищать свою Родину, вам придется это делать. Священный месяц своей священностью это не остановит. Если будет необходимость, то даже вплоть до военных противостояний они будут иметь место быть, причем настрой. Есть интересно. Уничтожайте язычников всех, подобно как они уничтожают вас всех. Есть другой аят в 9 суре. Это целая отдельная история, большое мое богословское пояснение. В свое время, в начале нулевых, любили этот аят цитировать, даже по телевидению. Аль-Хамбла, перестали. Там говорится о том, что убиваете язычников, где бы вы их не нашли. У этого аята свой большой контекст. Даже в самой 9 суре здесь никакого смысла нет. Даже в богословском переводе у него реально большое, в моем богословском переводе очень толкование здесь идет. Но сам аят 9 сура 36 я вам цитирую полностью. И здесь говорится, да, месяцы священны. Но если вы вынуждены вступить в какое-то военное противостояние, то есть язычники наступают, и вам приходится им отвечать соответствующей силой, то вам придется это делать. . Знаете же, что Аллах, Бог Господь, с набожными. Давайте я вам прочитаю, как в свое время я перевел еще лет давно. Девятую суру. Ну, лет пятнадцать-двадцать назад я это переводил. Это не в сегодняшнем контексте, а вообще в караническом контексте идет. «И уничтожьте язычников всех, в квадратных поясняциях, которые пришли к вам с мечом, подобно тому, как они убивают вас, не щадя никого». Всех вас до одного. В квадратных поясняют, дайте им, дайте их военным нападкам соответствующий сокрушительный отпор. И дальше в аяте продолжается. И знаете, что Аллах, Бог Господь, с набожными. И вот здесь я ставлю большие квадратные скобки. С набожными. Не с дикарями, облачившимися в доспехи религиозности и выжигающими все на своем пути. Это, я говорю, писалось мною примерно пятнадцать-двадцать лет назад. Ну, Аль-Каида уже тогда появилась, тогда еще не было. И всех вот этих таких серьезных военных конфликтов, ну, как бы начинались. Не с дикарями, то есть Всевышний с набожными, подчеркивается. В квадратных поясняю. Не с дикарями, облачившимися в доспехи религиозности и выжигающими все на своем пути. А с теми, кто знает, что такое Родина, духовные национальные ценности, что такое честь и достоинство, а также знает, что за каждую невинно пролитую каплю крови придется отвечать не только пред обществом, но и пред Господа миров. Это в квадратных скобках поясняется. То есть четыре священных месяца, они священны. Но если язычники со своей стороны вплоть до вступают в какие-то военные противостояния, придется дать им отпор, соответствующий, даже если это священные месяцы, та же самая Зульхичи. Но в аяте подчеркивается Всевышний с набожными. Здесь я, конечно, себя сдерживаю. Мы были в Ираке. Я сейчас какую-то выжимку коротенькую. Мы были в Ираке. Ну, меня давно в отъезде был. Получается, я не знаю, там полтора месяца. Ильдар Хасрат, наверное, тоже вам что-то об этом рассказывал. Семь человек в Совет Улемов. Мы поехали. Десять или одиннадцать дней. Были такой усиленный курс. Мы встретились с местным Советом Улемов. Ключевые ученые. Самые топовые. Именно ученые сунниты. И очень хорошо общались. Попросили такой усиленный курс. Обмен такой очень хороший. Произошел информационный обмен. И в том числе мы окунулись в Ирак. Ирак – это, ну, довольно непросто. То есть страна, которая столкнулась с большой сложностью. Ну, в том числе с тематикой Аль-Каиды и Дайша. Дайш – это, как у нас, по-моему, переводили обычно или «Исламское государство» или что-то в этом роде. Дайш. Аль-Каида – это другая группировка, вообще отдельная. Интересно нюанс. Вот маленькую вещь. Далеко, иншаллах, не уйду. Тот, кто нам преподавал, ему 66 лет. Он говорит, до 2003 года, когда зашли американцы, у нас были санкции. С 1991 года у них были санкции. Кока-кола нет там и так далее. Все как обычно там. То есть американцы решили их задавить, как бы, ну и ладно, что. Ирак сам собой жил и без Кока-колы нормально. И у нас, говорит, только свои каналы телевидения были и все. Всего вот этого сотен каналов не было. И было хорошо, по сути. Жили своей жизнью. Но, говорит, может быть, там не все великолепно. Но, в любом случае, хорошая была жизнь. Была страна. Со всем своим разнообразием. 2003 год. То есть военные действия, приход американцев, в итоге потом казнь Саддама Хусейна. Ну, в какой-то степени, это человек, который, ну, тогда ему было там, считайте, 46, сейчас ему 66. Ну, мы думали, что… И он один из топовых ученых, как бы, именно в сунницкой среде Ирака. Он говорит, ну, мы думали, наверное, будет в какой-то степени лучше. Хотя, конечно, они не приняли американцев. И он интересно сказал. Говорит, я потерял, двоих старших сыновей убили, семерых братьев и маму. Ну, то есть, даже если представить себе, он такой веселый, очень научный, прямо такой. У него есть много трудов. Проповедь мощно ведет. Мы были на его пятничной проповеди. И с другими учеными тоже мы общались. И общались, и такие усиленные курсы брали, именно богословские. И мне приятно, конечно, все, что я вам говорю, вот эти 26 лет. Да, ну, меня же периодически на меня наезжают. Там та же самая история, только она на следующем этапе. То есть мы с вами стараемся нейтрализовать проблему, ну, говорим о проблеме на начальном этапе. И уже средний этап подчищают что? Средний, высший этап, когда уже все приближается к совершению какого-то преступления, это уже работа спецслужб. Когда сильные спецслужбы, они все это подчищают. То есть задача богословов просвещать на начальном этапе. А когда специальных служб нет, в Ирак пришли американцы, военных нет, специальных служб нет, все как хотите, так и спасайтесь. В итоге все, то есть все возможное радикально, оно начало подниматься. То есть у кого оружие, у кого сила, тот силен. И он интересно, говорит, мы, говорит, воевали. Он сам отсидел полтора года, его четыре раза задерживали, сажали в тюрьму. Он в Абу-Грейпе просидел, это под Ираком, там только мужчин держали, жесткая, жестокая тюрьма была. Он там просидел полтора года. Один из самых топовых ученых Ирака. Он просто не соглашался. Он прямо как считал, так и говорил. Американцы его посадили. Полтора года отсидел. И он интересно говорит, вот, то есть, когда спецслужбы не работают уже, ну, с точки зрения приведения уже, остановить то или иное преступление. Все. Преступные группировки. Американцы завезли сколько хочешь оружие. Тебе, пожалуйста. Кому? Аль-Каида. Дайш. Договорились с шиитами. И он говорит, мы воевали суниты, с аль-Каидой, с дайшем, и с шиитами, и с американцами. Мы потеряли, только в 20-м году более-менее все успокоилось, с 2003-го по 20-й. Мы потеряли больше миллиона мужчин. Больше миллиона. Даже потом мы, когда… Это обычный человек. Сейчас он также проповедник, ведет в одной из самых крупных мечетей проповеди. Мы ездили в Ирбиль. Это Курдистан. С местным Советом Улимов тоже встречались. И там они между собой… Ну, всегда богословы о ней шутят. Они и серьезные, они и шутят. И в том числе, говорит, то есть, ну, и поблагодарили в очередной раз. Ирбиль и курды, они же такие более военизированные курды. Они никого не пускали. Ни аль-Каиду, ни дайш, ни американцев. То есть, ну, в меру. Американцы там не можешь совсем не впустить. Там везде хамеры стоят военные. Американские. Везде. Но держали оборону. Дайш и аль-Каиду не пускали. Поэтому сунниты сотнями тысяч. Они временно переезжали в Ирбиль и на территорию курдов. То, что там только было спасение. Остальное просто… Сунниты всех просто брали и уничтожали. А я потом у него спрошу, а как, говорю, куда делись-то аль-Каида и дайш. Ну, сейчас более-менее успокоилась. Более-менее. Он говорит, они между собой поссорились, друг друга поубивали. То есть там, в любом случае, это преступники. Дай оружие, спецслужбы, если не работают. Все. Закончилось. Сейчас везде, но до сих пор. Аэропорт едешь, за несколько километров до аэропорта выходишь из машины, собаки все проверяют. То есть в машине вечером я ехал, человек на переднем сиденье был, он вышел. Мне говорят, сядьте на переднее сиденье. Потому что постоянно смотрят. То есть если водитель без пассажира останавливает, это вызывает подозрение. То есть все равно в таком напряженном состоянии находятся. И к тому, что… И интересный еще момент, потом тоже наверняка я упомяну. Народ настолько устал от радикалов. То есть вот этот аят, где говорится, убивайте язычников, как они вас убивают. Если здоровый контекст с точки зрения защиты Родины, он очень здорово, нормально звучит. Но если преступный контекст, который на сегодня, что власти, это куфр, эти, там все, там все должно быть по законам Аллаха и так далее, и так далее, в своей трактовке. Народ в Ираке просто, богословы говорят, устал от этих Аль-Каиды, да еще. Они просто убивали и все. Отнимали – убивали. Отнимали – убивали. И очень много среди иракцев появилось, прямо такие как бы, все выше поднимают голову, и там здесь проповедуют атеисты среди арабов. То есть они просто устали. Представьте, когда уже вам лет двадцать преподносит ислам, как идеологию убивать. Поэтому контекст. То есть священные месяцы, они священны. В эти месяцы нужно стараться делать больше хорошего, как и во все остальные месяцы. В священные месяцы, а их четыре месяцы в лунном календаре, в эти месяцы нужно не притеснять себя с точки зрения не вредить себе и не вредить другим. Но в четыре священных месяца, если это всегда актуально для мусульманин и мусульманки, 12 месяцев. Но в эти четыре месяца, в этой суре 9 сура 36 аят подчеркивается, что в эти четыре месяца особенно. И у нас сейчас Зульхиджа – это как раз один из четырех священных месяцев, упомянутых в Коране.